И так мы сегодня на встрече, а день сегодня 21, 12, 21 года, когда каждый начинает новый солнечный год. Мы оказались за круглым столом, а все великие вещи за круглым столом делаются. И поговорим о самом главном. Если бы вас спросили, что вам необходимо в жизни, самое главное, без чего бы вы не могли прожить ни дня. Что бы мы ответили? Без воды. Без воды и не туда, и не сюда. Поэтому мы сегодня поговорим о воде. И поговорим о воде с теми, кто пользуется той водой, которую мы называем правильной водой. Что такое правильная вода? Правильная вода, она должна обладать характеристиками, параметрами, которые в клетку нашей воды воду впускают. То есть мы должны сказать, мы должны обладать той водой, которая у нас будет как разбавитель. Которая у нас будет помогать осуществлять все процессы в нашем организме. То есть это свойство человеческой воды. А разве человеческая вода отличается от той воды, что мы из-под крама сейчас найдем? Отличается? Очень отличается. Очень отличается. Какие параметры? Очень отличается. То есть те параметры, которые входят в нашу клетку, и где в нашем ДНК записана информация, которая впускает в мембрану клетки воду, то есть она должна обладать определенными характеристиками. Определенными характеристиками. Вы, наверное, по своей жизни тоже всегда заботились об этом вопросе. Ну, где бы вы ни жили, в какой бы стране, в деревне или в городе, или вы путешествуете, вы всегда думали, а пить-то мы что будем? Поэтому нужно принимать такую правильную воду, которая бы помогала идти нашим процессам в организме, а не отнимать силы нашего организма на то, чтобы сначала сделать воду, которую мы из-под крана наливаем, под наш организм, такой, какая наша человеческая вода внутри нас, а только потом она бы помогла идти всем обменным процессам. У нас каждое заболевание можно назвать заболеванием с нарушением обмена веществ. А все вещества растворяются в воде. И получается, что без растворителя, какое бы мы вещество с вами не принимали, оно просто-напросто не усвоится этой клеткой, получается. Обезвоживание происходит, да, очень сильное обезвоживание. То есть, когда вода не обладает теми характеристиками, которыми она должна быть, то есть она в мембрану клетки не пускает. То есть там она должна обладать как минимум... Усыхает клетка. И тогда она не выполняет свою функцию. А раз она не выполняет свою функцию, то у нас с вами будет нарушение пигментации, нарушение выработки гормонов, нарушение выработки ферментов нашим организмом. И вот мы сегодня с вами находимся в доме, где каждый день, а я всегда говорю о ежедневной заботе о своем теле, каждый день применяется эта вода. Сколько уже времени вот этот прибор в вашем доме? Так, ну лично мы уже более двух лет. Так, это уже возраст? Лично мы. Лично мы принимаем. С семьей, с детьми. Как вы познакомились с этой водой? Удивительно. Удивительно, да. Виктор, это мой ученик. Вот, и поэтому всегда, когда вопрос заходит о том, чтобы хорошо функционировал организм, я рассказываю как о питании, прайм-тест, так и о воде. Вы видите здесь прайм-тест у ребят. Эта семья питается по прайм-тесту, и эта семья пьют воду, которая у нас по параметрам соответствует параметрам человеческого организма. Поэтому и результаты, они на лице, и результаты внутри, на органах. Эти два года, что особо стало понятным? Какой самый главный эффект от этой воды? Самый главный эффект, я думаю, что больше стало энергии, я стал больше высыпаться, быстрее стал восстанавливаться однозначно. Ну и процессы, я думаю, выделительные, очистительные. Очистительные процессы, да? Поэтому мы говорим, синдром хронической усталости, это накопление своих же токсинов, своего же общее вещества. Первые две недели была очень сильная такая мочегонная жажда, очень сильная жажда. Мочегонный эффект. Мочегонный эффект. И вымывалось практически все. То есть организм просто выводил лишнее. Когда все идет по закону физиологии, тогда все лишнее выводится. Ну, давайте мы о тонкостях с вами немножко поговорим. Как осуществляется работа с этим прибором, который делает такую замечательную воду. А потом немножко еще о болезнях. Ну, так что тут у нас за прибор? Прибор вообще разработан нашими военными учеными. Нашими военными учеными. В военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Технология была опробована в афганских событиях. Очень много исследований проведено в ней вирусологии, в ней биологии. Чем отличается этот аппарат по приготовлению воды? Технология отличается следующим. То есть это не относится ни к живой, ни к мертвой воде, ни к электролизу. Технология здесь совершенно другая, уникальная. По технологии приготовления воды нет аналогов в мире. То есть она и обеззараживает воду, активирует, меняет структуру воды, меняет кластерность. Все у нас отчеты, все фотографии есть. Меняется натяжение, окислительно-восстановительный потенциал меняется и сохраняется от трех и более суток. При хранении воды вот в такой емкости, экранированной фольгой, окислительно-восстановительный потенциал сохраняется минимум трое суток. У нас были даже рекорды до 14 дней. Давайте всем напомним, что когда мы воду получаем из-под крана, то у нас вода течет с положительным окислительно-восстановительным потенциалом. А наша кровь и наши внутренние среды имеют минусовой, отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Минус 100 гелевольт. И вот сколько сил должны потратить тело, чтобы все преобразовать опять. А здесь вот мы сейчас попробуем и попьем этой воды. Ну, немножечко по технологии еще. По технологии. Чем она отличается? То есть, после того, как мы налили воду в этот аппарат, он называется ПВК, происходит следующее. То есть, там стоят пластины, и вода, когда проходит между пластин, воду разбивает на катионы, а неоны, на мельчайшие молекулы. То есть, разделяет воду отдельно. То есть, если в воде были антибиотики, гормоны, тяжелые металлы, пестициды, гербициды, то их разбивает отдельно. И у нас центральная пластина сделана из такого сплава, что она это все связывает в гидроксид. И получается, все, что было токсично, оно превращается в нетоксичный сорбент. Мы это выведем, Виктор, отсюда? То есть, с этого прибора это можно будет вывести? Да, да. То есть, мы однозначно обеззараживаем ее в плане и тех загрязнителей, которые сейчас присутствуют? И еще самое главное, да. То есть, он полностью всю информационную грязь, которая есть, то есть, все, что в воде растворено в жидком виде, теми же химическими элементами, оно все имеет свою информацию. То есть, эта технология позволяет разрушить эту информацию. И первые минут 30 час вода совершенно безинформационная, то есть, она природная. То есть, можно хоть молитву там... То есть, оптимально все равно пить это сразу после приготовления, она наиболее интересная, да? Самый максимальный эффект. То есть, человек может спокойно, вот не имея никакого профессионального образования, пользоваться этой оборотовой, да? Да, может пользоваться. И в чем еще большой плюс? Здесь фильтр, который стоит в этом аппарате, запатентованная технология. То есть, срок службы минимум 10 лет и более. Не нужно на фильтр тратить. Раз в год нужно менять центральную пластину, цена этой пластины там 1000 рублей. То есть, ну, за год вы можете не одну тонну воды приготовить, качественной воды, с затратами в 1000 рублей. То есть, экономия колоссальная. Ну, вот мы можем сейчас посмотреть, например, здесь сейчас приготовлено. Куда мы здесь, что наливали? Это какая емкость, какой примерно колесной воды? Да, емкость 6 литров и при приготовлении получается 5 литров воды на выходе. То есть, сюда заливается вода у нас, да? Вот процесс только что прошел или еще идет? Да, все, закончился процесс. Сверху вот этот сорбент длится в районе 15 минут. То есть, вот этот уже нетоксичный сорбент, его можно убрать, полить цветы, все что угодно. То есть, это не токсично. Да, да, на своих цветах убедилась. Да. Обязательно все использую. И вершки, и корешки. И сейчас уже эта готовая жидкость, которая может, мы можем ее пить, да? Да, да, да. То есть, вот я сейчас... Сейчас, смотри. Угу. Ресурс аппарата срок службы минимум 10 лет. Очень надежный. Электронику собирает на военном заводе в Санкт-Петербурге. И ее тестируют 2 месяца, и после тестовых работ нам дают уже проверенную... Вот эта штучка нам для чего-то нужна? Да, эта штучка нам нужна для того, чтобы убрать то, что у нас образовалось после обработки. Вот этот нетоксичный, ну мы его называем шлам. То есть, если были антибиотики, гормоны, все что угодно, оно связывает это в сорбент, в нетоксичный. То есть, мы это убираем, а остальное мы наливаем... Давайте меня сюда. Угу. Ну вот сейчас мы начинаем делать себе капельницу через рот. Это самый простой метод восстановить свой организм в состоянии различной степени интоксикации. Вот сколько получалось в день выпить, чтобы не так резко процессы очищения идут? Иногда многие пугаются именно в процессах очищения. Говорит, начал пить воду, что-то зачесалось, что-то чувствую не так себя. Вы с каких доз начали? Ну, мы не сразу стали очень много пить. Очень важно. В среднем по 2-3 стакана первые несколько дней, а потом уже литые полтора. То есть, мы можем заменить всю воду, которую мы... На суп ее применять? Да. Чай, рекомендуем эту воду подогревать до 60-70 градусов. Не полос, не кипятить. Потому что окислительный, восстановительный потенциал сохраняется в воде. То есть, вода будет горячая, и ОВП будет до минус 50, до минус 7, до минус 100 милливольт сохраняться. При кипячении... Сейчас большая проблема, это много сахара в крови, и значит, при диабете, вот это как реанимационное мероприятие, которое позволяет не менять даже питание, например, а уже только одной водой, сделать много для своего организма. И эритроциты у нас. И эритроциты у нас, да, Ольга Ивановна отсмотрела это, потому что Ольга Ивановна пользуется этой водой уже где-то 5 лет этим прибором, да? До этого мы еще пользовались прибором. То есть, всю эту технологию, так как... На себе, да? На себе испытали. И я училась в медицинском институте в Питере, и у нас занятия шли в военной медицинской академии, поэтому мы немножечко радуемся, когда что-то с военной медицинской академией ученые что-то делают. А тут вот такая вот интересная, полезная вещица, которая может быть теперь в каждом доме. Вот ведь много технологий, которые мы не можем делать дома, так? Вот это, почему у нас в Пайге находится? Вы же сюда отлили воду для пользования, да? Да, да. То есть, для чего это нужно? То есть, для того, чтобы не было соприкосновения воды с Wi-Fi, с сотовой связью, там... Ну, чтобы мы не изменили, опять-таки... Да, не изменили структуру, качество воды. То есть, и при... Сохраняется при таком условии окислительный восстановительный потенциал до трех суток. То есть, если мы наливаем в эту емкость экранированную фольгой, то минимум трое суток сохраняется. Вот окислительный восстановительный потенциал мы его можем как-то измерить, да? У нас есть приборы для измерения окислительного восстановительного потенциала. И поэтому мы можем отслеживать, сколько времени у нас окислительный восстановительный потенциал наиболее полезен нашему организму. Если мы говорим минус 150, желательно, чтобы у нас был окислительный восстановительный потенциал в крови. Минус 100 даже уже. Любой минус, это уже для нас плюс. Да, то есть, как говорится, свежеприготовленный сок может быть с минусом, если мы его только что приготовили и тут же выпили, потому что потом уже начинает окисляться, поэтому мы применяем эту воду как антиоксидант и как фактор восстановления внутренней среды организма, в которой происходят все физиологические процессы. Мало того, кроме того, у нас еще можно применять ее наружно. И наружно, вот здесь сейчас очень большая проблема, потому что у нас микрофлора при образовании ранок, при нейродермите, дерматите, у нас микрофлора настолько разнообразная, что она уже ни на что не чувствительна. И применение раствора, который восстановит клеточное кровообращение, который уберет токсины, оно применяется с помощью ПВК уже давно, потому что ее для ран-то и создавали. В Афганистане более 5000 операций, один из наших разработчиков барабанов применял, и они около 5000 операций провели, и не было ни одного торжения у раненых. То есть ее и применяли как аптечную питьевую, как аптечную, и из Набельсинской. Изначально это было создано для военных, то есть для спецподразделений, для пограничников, то есть те подразделения, которые находились далеко на каких-то заданиях, чтобы могли из любой лужи, из озера, реки набрать и приготовить воду. Вот мы уже встречались, и у нас есть на сайте интервью, да, которое я проводила с Алексеем Сергеевичем Горшковым, да, ну как чувствует наш молодой человек себя сейчас? Прекрасно, прекрасно, 80 лет ему исполнилось, он прекрасно себя чувствует, и за последние 25 лет не выполнил ни одной таблетки. То есть это очень... Геронтологическое средство, позволяющее клетке не устать от работы с токсинами, которые в нее поступают, да, и для наружного применения в геронтологии, это, конечно, артрозоартриты. Потому что у нас тогда получается и результат в виде самого восстановления работы суставов, да, изнутри и наружно, да, и вот различные степени повреждения. Здесь вот к приборам обязательно дается методический материал, да, и две части, где все, что можно сказать, когда применялась эта вода, при каких заболеваниях, вы здесь можете увидеть. Исследования, отчеты, анализы. Да, но как бы сами мы, самый главный пример, что применяя эту воду, мы остаемся здоровыми, несмотря на свой возраст, как бы имеем достаточное количество сил. Ну и тромбозов, в принципе, не будет. Вот, что сейчас очень важно, особенно когда после активной медикаментозной терапии мы говорим о том, что у нас избыток белка воспаления накопился, а это сколько времени уйдет, хронический процесс, что вода разбавляет белки, которые приводят к повышению свертываемости крови, которые приводят к тромбозам. Поэтому мы сегодня предлагаем вам вот этот материал для того, чтобы вы сделали себе маленький заказ на будущее. Заказ быть здоровым, бодрым всегда, да, а для этого применяйте то, что человечество, создавало то, что наши предыдущие поколения уже отработали на практике. Вот если мы посмотрим, с какого года... 54 года. 54 года мы имеем положительные результаты для наружного применения, это компрессы, и внутреннего применения, это для того, чтобы восстанавливать внутренние органы, это все-таки срок, который уже... Ну и сертифицированное Минздравом СССР, потом разрешено использование в космонавтике и Министерство обороны. То есть, ну, это такая серьезная, доказательная научная база. Да. Да, да, да. Поэтому не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня с водой, которая близка по качеству к нашим внутренним средам. Всем здоровья пожелаем! Всем здоровья! И с наступающим Новым Годом! С наступающим Новым Годом! Друзья, рассказываю лайфхак для оживления сока нашей водой ПВВК. Так, смотрите, допустим, ОВП сока свежевыжатого 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 свежевыжатого. Водичка. Минус 400. 10 в среднем. Водичку добавляем немножко в кусок. Сейчас я немножко размешаю. И смотрим. Сок оживился. Как-то так.